Временная передышка. Так можно назвать ситуацию с пожарами в Алтайском крае. На днях в регионе отменили особый противопожарный режим. Напомним, с середины апреля край борется с огнем. Пожароопасный сезон начался с аномально высоких температур. Не обошлось без трагедий. В мае в Первомайском районе на даче погиб ребенок. В целом объекты экономики и населенные пункты не пострадали. Чего не скажешь о флоре и фауне. Ведь каждый квадратный метр земли – это тысячи погибших животных и насекомых. У нас площадь пройденных огнем лесов, наверное, больше четырех тысяч гектаров. Для информации скажу, что прошлый год это было порядка шестисот. То есть примерно в шесть-семь раз больше уровня прошлого года. Основная причина пожаров – пал травы. То есть люди своими руками уничтожают целые леса. Увеличилось число пожаров в садоводствах. Специалисты подчеркивают, что пал сухостоя – мероприятие нелогичное. Ведь в почве находится органическое вещество, то есть гумус. При высоких температурах он выгорает. И если дачники не захотят прислушиваться к биологам и спасателям, придется поплатиться. С этого дня в стране усилили ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Если раньше штраф был от двух до трех тысяч, теперь от пяти до пятнадцати. В условиях особого противопожарного режима – от десяти до двадцати тысяч. Ранее штраф был в разы меньше – от двух до четырех тысяч. И, наконец, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах виновники заплатят от пятнадцати до тридцати тысяч рублей вместо полутора или трех тысяч. И это только для граждан. Для юридических и должностных лиц суммы еще внушительнее. Кстати, несмотря на то, что особый противопожарный режим отменен, погодные условия не дадут спасателям расслабиться. Начиная с 10 июня по 14, на большей части территории края температура воздуха будет достигать 28-33 градусов тепла. По югу местами отметки будут достигать до 38 градусов. При этом осадки ожидаются локально и кратковременно. И напомним, что средняя продолжительность пожароопасного сезона в Алтайском крае – 205 дней. Поэтому бороться с огнем в регионе будут еще и в начале осени. Ирина Корчагина, Вадим Быстревский. День с толком.